Владимир Владимирович, здравствуйте, Антон Желунов, телеканал Дождь. Про Украину. Вот если бы многонедельный и несанкционированный, что важно здесь подчеркнуть, Майдан, случится на Соборной площади в Москве или на Красной, как вы будете реагировать? Какое решение будете политическое в связи с этим принимать? И потом второе уточнение. Я не буду принимать никаких политических решений, буду действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации. Каждый гражданин, либо политическая партия, объединение имеют право выражать своё мнение в отношении тех или иных принимаемых в стране решений, в том числе и с помощью массовых уличных мероприятий. Но любые действия подобного рода должны оставаться в рамках закона. Если кто-либо выходит за эти рамки, то государство обязано, я хочу это подчеркнуть, это не воля какая-то политическая, а обязательство органов власти наводить порядок. Потому что иначе такое развитие событий может привести к хаосу, что самым негативным образом отразится на экономике, на социальной сфере и на политическом состоянии всего государства. И ещё одно уточнение. Вот вы много говорили про, понятно, про братский народ. Но если сейчас поехать в Киев, то в адрес России, особенно среди молодых людей, которые собираются на том же Майдане, довольно много негативных слов и нелюбви к нашей с вами стране. Как вы относитесь к эмоциональной стороне того, что происходит там? Спасибо. Я думаю, что вопрос в информированности. Есть, конечно, наверное, есть и у нас люди настроены националистически. И таких, в общем, по головам посчитать тоже покажется немало. Которые могут и вполне бойко излагать свою точку зрения по отношению к Украине. Но подавляющее большинство российских граждан относится к Украине позитивно. Это вот стопроцентно к бабке ходить не нужно спрашивать. То же самое, я думаю, и на Украине. Но всегда найти можно среди 45-миллионного населения людей, которые изначально, по определению, просто относятся плохо. Это их право. Но думаю, что вопрос в значительной степени связан с недостаточной информированностью. И в том числе касающийся вот этого европроцесса на Украине. Если кто-то говорит, что вот у украинского народа украли европейскую мечту. Ну, во-первых, мы к этому не имеем никакого отношения. Это выбор самого украинского народа и легитимных властей. Вступать в какой-то союз или не вступать. Подписывать какие-то документы или не подписывать. Я об этом сказал много раз. Это наша принципиальная позиция. Мы не имеем к этому никакого отношения. Первое. Второе. Когда я говорю о недостаточной информированности, имею в виду, что нужно почитать документы. Ведь почему оппозиция, которая борется с действующей властью, она постоянно обращается к евротематике? Очень легко спекулировать на этих вопросах. Хотите жить, как в Париже? Хотим. Давайте подписывать. А кто бы сказал, давайте почитаем. Вы читали, что там написано? Нет. А вот здесь коллега или женщина, или мужчина поднимали плакат с плакатом «Украина». Я хочу спросить, вы читали эту бумагу? Нет. Никто же нифига не читает. Ну, вы хоть читать-то умеете. Посмотрите, что там написано. Рынки открыть, денег нет. Нормы и торговые, и технические регламенты ввести европейские. Ну, значит, что, промышленность надо закрыть, сельское хозяйство развиваться не будет. Я уже сказал, это явный абсолютно крен туда, становиться сельхозпредатком еврозоны. Ну, это выбор кого-то? Ну, хорошо. Пожалуйста, то есть их выбор. Но у нас ведь что? Понимаете, что там происходит? Ведь мы Украину никуда не тащим. У нас с Украиной есть зона свободной торговли. И мы должны будем… Мы же не говорим о том, что мы будем дискриминировать украинские товары. Наоборот, мы говорим, что если Украина подпишет этот документ, то мы вынуждены будем сделать только вот что? Преференции снять. Мы для себя не можем их сохранить. Это подорвёт нашу собственную экономику. Но украинские товары будут, я уже об этом говорил, пользоваться режимом наибольшего благоприятствия, страны наибольшего благоприятствия. Льгот только не будет. Но кто нас может заставить льготы предоставлять? Но это совсем уже запредельные требования. Вот если всё это посчитать, взвесить, то тогда и молодые люди вполне могут разобраться в этом. И сказать, да, мы хотим европейских стандартов, но давайте это сделаем таким образом, чтобы предприятия завтра не закрылись, машиностроительные. Чтобы судостроение осталось на плаву. Чтобы авиация не померла. Чтобы космическая отрасль не сдохла. Машиностроение в целом осталось живым. Все эти рынки и кооперация в России. Вот я привёл пример с вертолётной техникой, с двигателями. Но вот не смогли добиться, мы второй завод уже заложили в Петербурге. А у нас там ещё много чего есть, где мы можем совместно поработать. КБ Антонова в хорошем состоянии. И мы можем здесь дальше кооперацию развивать. В судостроении можем многое наладить. В космической ракетной технике многое можно совместно сделать. В атомной промышленности. Ну вот взяли, загрузили в своё время, в своё время загрузили топливо американское в атомные электростанции на Украине. Ну там же все стержни пошли. Вы понимаете, в чём дело? Это же серьёзные вещи. И потом нашим специалистам пришлось вернуться и решать сложные технические задачи, вытаскивать это всё и изображать опять российское топливо. Под российское топливо было сделано изначально. И у меня ещё такой вопрос возникает. Вот говорят о том, что... Вот вы сказали, там плохо относятся некоторые к России. Ну подумать надо. Вот о чём. Ведь те, кто сегодня активно продвигает вот эти идеи, связанные с подписанием документов с Евросоюзом. Это в основном те люди, которые у власти были совсем недавно. Вот господин Яценюк, по-моему, был чуть ли не министром астронных дел, раду возглавлял. Тимошенко, она была главой правительства. Ющенко тоже придерживается таких же взглядов, был президентом. Почему же они не подписали тогда, когда были у власти документов, связанных с присоединением к Евросоюзу? Чего же они этого не сделали тогда? У власти были, никто не мешал. Взяли бы, подписали все бумаги. И вопроса бы не было сегодня. Почему этого не сделали? У меня возникает законное подозрение, что связано с этим, совсем не с присоединением к Евросоюзу. Это внутриполитическая борьба. Поводом для обострения является подписание или не подписание этого документа с Евросоюзом, но только поводом. Мы исходим из того, что кто бы не победил в этой политической борьбе, как бы там дальше ещё не сложилось, мы будем с Украиной работать, сотрудничать в том формате и в том объёме, который будет наиболее интересен, приемлем для самого украинского народа.